Привет, мои хорошие, с вами Селена Свой, и сегодня я хочу вам рассказать о том, как же стать видеоблогером. Малышек мой там. Как стать видеоблогером? Очень часто задают мне вопрос, Селена, как стать видеоблогером, с чего начать, и так далее, и так далее. Я снимала много видео на тему, на что снимать, у меня есть такое, как набрать первую тысячу подписчиков. Вот если вы планируете стать видеоблогером, то для вас эти видео будут очень даже полезны. Посмотрите их, просто набирайте там, как набрать первую тысячу подписчиков, Селена Свой вам сразу выдаст. И то же самое, на что я снимаю, я тоже там даю полезные советы. Кто там крадется? Вот, ну в этом видео, что бы я хотела рассказать, именно я, ну как бы частями, да, где-то вопрос-ответ мне тоже задают, как я стала видеоблогером, с чего я начала. И я решила снять отдельное видео, потому что те уже были давно видео, и их уже, может быть, не найдут, а вопросы всё равно продолжают задаваться. Поэтому я решила, что я сниму такое отдельное видео для вас и расскажу, с чего вообще я начинала, да, становиться, и вообще, как это стать видеоблогером. В общем, для всех тех, кто задумывается над этим вопросом, кто думает, вот оставь бы мне видеоблогером, как это сделать, как стать видеоблогером, я скажу, что, с одной стороны, это очень просто. На самом деле, ничего сложного нет, и вам ничего сложного и такого делать не нужно. Нужно просто снимать видео и выкладывать их на YouTube. Всё. Но уже потом подключаются какие-то нюансы, что снимать, как выглядеть, качество, звук и так далее. И люди, которые развивают свой канал и хотят, чтобы он развивался, приносил, может быть, в дальнейшем какие-то доходы, да, и, соответственно, зрители росли у вас, конечно же, всё это будет очень актуально. В общем, для начала всегда, когда мне спрашивают мои знакомые, друзья, я всегда говорю, подумай, чем бы ты хотел поделиться с миром. То есть, первое, вам нужно просто вот идею какую-то найти, да, вот, что бы вы хотели рассказать. Даже если вы просто хотите снимать про свою жизнь, то, ну, да, эта идея такая, снимать влоги. Я просто хочу, чтобы узнали, что есть вот такой вот человек я с какими-то, это самое простое, что можно, да, с какими-то такими своими идеями в голове. И я хочу просто поделиться с собой, с миром. Тоже можно, то есть, ну, что, можно, чтобы влоги были где-то полезные, какие-то, может, где-то советы, может, что-то спрашиваете. Вот мне, например, мои влоги, влоги все очень помогают, потому что девочки меня смотрят очень умные, очень внимательные, и с разными образованиями, и медики, и мамочки, и что бы я без вас делала? Столько много полезных советов. Поэтому мне кажется, что больше даже я беру. Сначала я создавала канал для того, чтобы давать. У меня первая идея была, это я снимала ролики, я себя не снимала, я снимала ролики Пинакл Студия, обучающие. Вот, потом перестала их снимать, и начала снимать стервология. То есть, ну, мне казалось, да и сейчас кажется, что, в принципе, я неплохо лажу с мужчинами в последние годы, да, и, соответственно, со своим мужчиной тоже очень прекрасно лажу, и могу дать некоторые советы, да, исходя из личного опыта. То есть, ничего такого. Куда ты? Вот, с этого я всё начала. И в дальнейшем потом уже само собой и зрители, да, давая какие-то свои, ну, как бы задачи, да, свои просьбы какие-то, начали направлять. И в итоге вот очень нравятся мои влоги, я их и снимаю. В общем, да, с чего начать? С чего начать? Значит, вы выбрали идею, взяли камеру. Я, на самом деле, затрат в начале особенных никаких не делала. То есть, у меня был айфон 5S. Я на него снимала большинство своих влогов, всех и блогов. И даже скажу, что мне было удобно снимать. Даже в каких-то моментах удобнее, чем на камеру снимать всё это дело. Ой, чего ты цена уронила там? Потому что телефон с собой носить удобно. Ну, единственное, что с айфоном были свои какие-то, во-первых, память всё время заканчивалась, да, а так вот по качеству ничего не скажу, вообще идеально. Вот, поэтому если у вас есть айфон, попробуйте снимать на айфон. И первое, что я купила, это микрофон и свет. Вот для айфона у меня был микрофон специальный там. Это тоже, на что я снимаю, там будет показано и рассказано. И купила свет, и тоже будет показано и рассказано. Это очень важные вещи. И вот, что вам теперь остаётся сделать. Вам остаётся взять камеру, что-то придумать. Можно сделать сценарий, можно не делать сценарий. Я вот никогда не делала сценарий. У меня вся жизнь спонтанная, и, соответственно, видео мои, это часть моей жизни, они тоже должны быть спонтанные. Садитесь и начинайте говорить, да. Попробуйте сначала, посмотрите, как вы себя на камере ощущаете, да. Может быть, нужно подпривыкнуть где-то. Если сценарий какой-то, то тоже его продумываете и обдумываете, потом снимаете. Потом второй сложный момент достаточно, потому что это мы уже сталкиваемся, вот, казалось бы, всё просто, да, снял, выложил, но нет. Так просто не заливают в YouTube, как бы, видео, да. Его нужно обработать, потому что всякие а-эй, никому не нужные, вот, отвлечения такие. Но я некоторые отвлечения оставляю, допустим, за ребёнком, потому что мне они кажутся милыми. Но всё лишнее какое-то я, конечно же, вырезаю. И это очень важно, потому что зритель не должен отвлекаться на какие-то вещи. Но это всё, опять же, условно, да, для кого-то. Для меня что-то там будет лишнее, а для кого-то это не лишнее. Вот то же самое, что я, да, не вырезаю моменты про ребёнка, и кто-то думает, вырезала бы. А мне кажется, они очень милыми, и я их оставляю, это часть меня. Вот. То есть монтаж очень важная вещь такая ещё, да. И в этом нужно научиться. Я советую изначально простой редактор, то есть не нужно ничего такого вычурного, какие-то там эффекты. Это на самом деле ещё учиться надо в редакторе работать. Есть встроенный в Windows, я не знаю, как в Mac, может быть, тоже есть. Но встроенный в Windows есть редактор, называется, по-моему, Movie Maker. И с ним очень просто обрезать начало, обрезать в середине какие-то ненужные вещи, и в конце. И, в принципе, ролик готов. Сделать вывод фильма, да. Потом залить это всё на YouTube. Сделать обложку. Для того, чтобы сделать хорошую обложку, конечно же, нужно работать в Photoshop. Но сейчас есть очень много Photoshop онлайн, и они очень простые. С ними разберётся любой, абсолютно любой. Так как я тоже в Photoshop не особо разбираюсь, но в онлайн Photoshop я разбираюсь. Я нашла себе удобный, который мне нравится, с интерфейсом, который мне удобен, и я им пользуюсь. Дальше я заливаю всё в интернет, ставлю обложку. И первое время, конечно, пока зрителей немного, я не подключаю никакой монетизации. Как вы знаете, монетизация — это заработок с рекламы, которая крутится на YouTube. Это первым делом, что делают, что могут делать видеоблогеры, с чего зарабатывать свои первые копеечки, такие заслуженные, которые очень приятные, они тоже мотивируют к дальнейшей работе. Это подключается партнёрка. Партнёрку я себе выбирала, у меня была партнёрка одна, и сейчас от неё отключилась. Сейчас я напрямую подключилась к YouTube. Там тоже свои сложности какие-то, до сих пор не могу никак вывести деньги уже пару месяцев, потому что там подтверждения должны быть определённые. Ну, в общем, свои неудобства — это уже отдельная история. Если кому-то конкретно интересно там будет по партнёрке, то спросите там меня, да, я скажу. Но сейчас у меня прямая партнёрка YouTube. Я ещё пока что ничего о ней не могу сказать, потому что я особо сильно там в ней не разобралась. И ничего не могу сказать плохого о партнёрке, которая у меня была, партнёрка Air, кроме того, что они не с первого раза по просьбе отключают себя, да. Ну, в принципе, они достаточно быстро меня отключили в течение двух недель, помучив меня немножечко. Ну, в принципе, отключили достаточно быстро. Ну и всё. Всё. В дальнейшем для развития канала уже, ну, вот в видеоролике о том, как развить свой канал, как набрать первую тысячу подписчиков, я тоже даю очень много отдельных советов в этом видео. Снимать коллаборации, может быть, если есть финансы, какие-то вложения, то давать рекламу, свет, звук, я уже об этом сказала, это очень важно, качество картинки очень важно, и звук очень важен. Вот у меня одно из последних видео, видите, как-то забраковали, хотя я там повысила, на самом деле, звук побольше. Но у меня, знаете, у меня немного такая вещь есть, а я же снимаю видео каждый день, и я привыкла их снимать каждый день, и я прям не могу представить, что я оставлю вас без видео какой-то один день. И вот малыш лёг рано спать, да, допустим, и я не могу снимать видео как бы громко, да, он проснётся, а не снимать я тоже не могу. И получилось такое видео, где звук не очень хороший, я, конечно же, ещё думала об этом, что будет не очень хороший звук, но хотя не все мнения разделились, кто-то говорит, что хорошо слышно всё, прекрасно, в общем-то. Ну, я решила, что... Я постараюсь меньше делать таких видео, где такой звук. Конечно, буду видео снимать вот такие вот, и лучше тогда я вообще не буду выпускать видео, нежели я с таким звуком выпущу. Я поняла вас, услышала всех недовольных. Ну, потому что не то, что даже если бы мне нравилось, я считала это нормальным, то, скорее всего, бы я бы ничего не меняла, но я тоже считаю, что лучше, когда я говорю громко, отчётливо, как сегодня, например, и это важнее. А что касается вот, когда ребёнок, говорят, что там вот у меня на заднем плане что-то там гриппит, пищит, разговаривает. Ну, извините, это часть моей жизни, и вот это не... Ну, как бы я не собираюсь отъявлять. Мне нравится, когда он возмущается там где-то на фоне, и дальше больше. Когда я начну его показывать, он вообще у меня будет тут куролесить, да? Будет здороваться, мешать, и мама будет не против. В общем, вот так вот просто стать видеоблогером. Нужно только освоить нам фотошоп. Сына, не прыгай, потому что у меня этот... Штатик стоит на кроватке, и мы шатаемся с тобой все вместе. Тебе все равно? Да, я скажу девочкам, что нужно освоить редактор. Нужно освоить фотошоп. Так. Выбрать камеру, звук, свет. И идею для видео. Все. Ну, а как вы выглядите? Конечно же, я рекомендую всем красиво выглядеть видео, хотя я не их большой пример всего этого. Есть девочки, которые реально очень стараются, они к каждому видео готовятся, красятся, там, одеваются. Я тоже раньше так делала, да, но когда у меня появился малыш, я чаще, вы меня можете видеть, не накрашенную, не подготовленную. Не накрашенную, не подготовленную. Ну, это тоже часть моей жизни. Это такая, какая есть, да, потому что мне очень сложно пребывать в своем неестестве. То есть я не люблю краситься, поэтому если я буду все время накрашена, то это будет какой-то мой образ, понимаете, это не я сама. А чаще всего это я такая не накрашенная, спонтанная, это вечно со мной что-то случается, у меня вечно хвостик какой-то на голове, может быть, и лохматые волосы, и черти что на мне одеты, я вышла, вышла просто, и то, что случилось, я решила включить камеру. Вот, поэтому это я, вот какая есть. И это все я, поэтому я все это не вырезаю. Это фишка моего канала, именно вот все как есть, да, без пафоса, без прикрас, без всякой ерунды. Жизнь, она вот такая вот как есть, и стараюсь меньше, меньше образа, меньше ненастоящего. В общем, все, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Надеюсь, я ответила на все ваши вопросы, рассказала, как стать видеоблогером, да, с одной стороны не просто, с другой стороны не очень-то просто. Но я вам скажу так, что видеоблогерам быть прикольно, прекрасно, это реальная вещь для творческих людей, это реальный шанс самореализоваться, это хорошие перспективы по заработку, это в нашей России только как бы начинает раскручиться, у нас еще немного дико смотрят на камеры и так далее, да, нежели за границей или в Америке. Но большие перспективы, в этом большие перспективы, поэтому, если есть у кого-то интерес или мысли, я рекомендую попробовать. Почему нет? Да, я рекомендую попробовать. Все, мои хорошие, я с вами прощаюсь, и увидимся в следующем видео. Да, кстати, Инстаграм, Инстаграм я оставлю, подписывайтесь на Инстаграм. Опять сейчас видео снимаю день в день, и редактирую, потому что, ну, возможно, будут перерывы, не отчаивайтесь, ничего страшного, пишите мне, если что, в Инстаграм, кто соскучился, потому что фото, конечно, делать проще, и там вы сможете со мной общаться и следить за тем, что происходит, в общем-то, в моей жизни. Да и нет, компьютер нельзя трогать. Идем прощаться. Знаете, что мама занята? И скорее, скорее, скорее. Вот, кстати, сейчас свет у меня, это светодиодная лампа, которая у меня по периметру вот так вот сделана. Я ее включила, и мне кажется, достаточно светло. Интересно. И глаза такие, смотрите. Очень красивые получаются. Как-то вот выделяют. Вот все эти цвета, цвета, которые сейчас выделяют внешность. Мне очень нравится. Скажите, как вам? Все, девочки мои, целую. Люблю. До следующего видео. Пока-пока. Я тебя согрею лаской и не дам любви. Я с тобой играю в сказку под названием «Жизнь». А в нему не оттолкну, но только лишь на миг. А потом в объятиях страсти ты услышишь крик. Мой крик души. Мой крик души.